Привет! Как дела? Сегодня расскажу о том, как мы с собаками, которых я выгуливала в одной английской семье, ходили гулять в голландский парк. В голландский парк мы ходили по причине того, что у моей семьи, которая жила в Хаммерсмите, сгорел дом о пожаре, я уже рассказывала, смотрите в этом ролике. И они переехали в Кенсингтон, в апартаменты, которые были недалеко от голландского парка. И так как я на тот момент уже работала няней в другой семье, но также по-прежнему помогала им с собаками, мне приходилось ходить теперь не в Хаммерсмите, а в Кенсингтон выгуливать собак в голландском парке. Так они прожили в этих апартаментах около полгода, пока отстраивался и реставрировался их дом после пожара. А я так вот полгода ходила в Кенсингтон выгуливать Коку, Пенат и Пепе. Обо всех трех собаках я рассказывала отдельно, ищите ролики на моем канале. Очень интересные, забавные животные были в этой семье, и я провела с ними целых пять лет. Можно сказать, что я уже была их мамкой. И выгулом собак ежедневно в течение одного часа я, в принципе, скрасила их достаточно скучную, нылую жизнь, так как хозяевам было некогда заниматься собаками, и собаки просто души во мне не чаяли. Мы были прямо супер друзьями с ними. Ну и вот так я приходила к ним в апартаменты, которые состояли из 11 комнат. Я только однажды пробежала по коридору, посмотрела так одним глазком, что это за апартаменты, и как это выглядит квартира в достаточно приличном доме. Там у них у каждого подъезда стоял охранник, и мне приходилось ездить или ходить пешком, по-моему, на пятый этаж. В лифте я несколько раз их пофоткала, нашла какие-то очки такие в виде сердечек. Все это в лифте я снимала. Ну, так вот я развлекалась. Ну, а с собаками мы выходили, и буквально через 10 минут оказывались в Голландском парке. Не с главного входа, который находится на Кенсингтон-Хай-Роуд, а немножечко с другой стороны, с западного входа, и выходили сразу на территорию, где находится спортивное поле. Там люди играют как в регби, так и в футбол, волейбол, даже бомбинтон я видела пару раз играли. А летом там вообще устраивают какие-то кемпинги, такие небольшие отряды для малышей, куда родители, в принципе, сдают, как в лагерь получается. И тренер там с ними занимается, дает какие-то задания и какие-то веселые старты организовывает. Ну, наверное, о Голландском парке в целом я буду рассказывать в другом ролике. Или, может быть, когда поеду, расскажу и покажу отдельно каждую территорию. Вообще, Голландский парк очень большой, и он очень разнообразный. Там можно найти все, что угодно для твоей души, как спортивное поле, так и какой-то уютный такой японский садик, в который, кстати, нельзя с собаками. Кроме того, там есть целая такая огромная плантация цветов, и каждый сезон высаживают новые какие-то растения. Если ранее весной, это тюрпаны, нарциссы, позже это ирисы, мои любимые, которые я, кстати, тоже ходила фотографировать, вот в этот вот японский садик. Там я целый день проводила, чтобы сфотографировать отражение в воде, и пыталась создать что-то наподобие картины ирисы Клода Мане. И у меня вот получились такие вот картины. Я очень люблю импрессионизм, и вот это как бы в отражении, так вот размывчато смотрятся эти ирисы. Ну, и я целый фильм сняла на эту тему, тоже позже буду рассказывать. Помимо этого, там можно найти павлинов. Представляете, живые павлины просто так ходят по голландскому парку, и ты можешь с ними пообщаться. Правда, к себе они близко не подпускают, но очень часто распускают хвосты. И прямо гордятся этим, стоят прямо, красуются вот так вот перед людьми. Ну, конечно, хвосты они распускают перед самками, но людям тоже часто показывают. Для меня это был просто восторг. Я впервые в жизни увидела это, по-моему, в Кью-Гадонс, когда еще была туристом однажды. Для меня это было просто шоковым состоянием увидеть павлинь и хвост вживую, вот так вот рядом, в метре от тебя. Но, конечно, они могут клюнуть, поэтому близко не подходить. Особенно, если они злые, в период там, когда они особенно защищают своих детенышей. Но тоже о павлинах я буду рассказывать. Однажды мы с собаками их случайно встретили вот в этой оранжереи цветов. Они там просто ходили, гуляли. И мы так идем с собаками, смотрим павлинь. Но собаки как-то не очень отреагировали. Но они, конечно, были на поводке. Там, кстати, есть такие зоны, где можно с собаками без поводка гулять. А в других, вот где как раз павлины или какие-то птички, и даже там я видела кролики паслись. То есть там, где есть дичь, туда всегда написано keep on the lead. То есть держите на поводке. И собаки как-то не очень отреагировали. Но зато они очень любили, там есть такой небольшой прудик. Нырять, особенно Кока, она же у нас девочка воды. Нырять в этот прудик, пить из него воду. Особенно, когда было очень жарко, они прямо не уходили далеко от этого пруда. Ну и так мы с ними сидели на лавочках, просто наслаждались природой. А что нам еще было делать целый час? Однажды мы даже в Розарии посидели. Там есть тоже такая отдельная территория, где цветут только розы. И наслаждались запахом роз. Вот, пожалуйста, смотрите. Мы сидим в Розарии Голландского парка. Вместе вот с этими собачками. Да, и вот такой вот у нас тут вид открывается. Да, собаки, вам тут нравится? Что скажешь, Пепе? Ладно, все, отключаемся. Позже мы гуляли по другой стороне парка, где находится дикий такой лес. Прямо лес в центре города, можно сказать. То есть заброшенные такие деревья, неухоженная трава. Ну, в общем, просто как в лесу. И собакам тоже очень понравилось. Но там нельзя было спускать их с поводка. Вообще, очень много всяких надписей, как на заборе, так и вокруг по парку. Что, во-первых, убирать за собаками, естественно. Это везде в Лондоне и во всей Англии. Иначе штраф там что-то типа тысячи фунтов. Ну и помимо этого, где есть территория, где есть какая-то живность, там всегда надо собак держать на поводке. А так, в принципе, все парки абсолютно доступны для собак. Только вот надо придерживаться тех правил, которые написаны повсюду. То есть везде стоят какие-то таблички, что нужно делать с собаками. Взять их на поводок или можно отпустить. Но нету такого у англичан, чтобы нельзя было собакам гулять по паркам. Однажды, когда я работала в русской семье, помните, я рассказывала, я тоже в этом парке выгуливала собачку этой семьи. И так как по воскресеньям мне приходилось работать с 8 часов в этой семье, я у хозяев отпрашивалась по воскресеньям и говорила, что в воскресенье я не приду. И однажды мы встретили всех собак вместе с хозяином, когда я выгуливала собачку русской семьи. Конечно, мои собаки очень расстроились, обиделись, что я гуляю не с ними, а с какой-то другой собачкой. В общем, проявили ревность. Владелец тоже удивился, увидев меня в этом парке. Ну, я сказала, что как раз работаю вот в это время в семье, которая живет с другой стороны от голландского парка. Ну, с тем и разошлись. В основном, где встречаются все собачники и разрешают гулять без поводков, это между спортивным полем и вот этой вот оранжереей, где там есть и художественная галерея, и даже летом ставят театр оперы. Да-да, кстати, в парке прямо монтируют целый театр, и все лето там проходит опера под открытым небом. Итак, мы опять в Горландском парке, где играют в вейсбол, в рандом, как они там называют. Тут же поет опера летняя, открытая веранда. Тут вот пепа стоит, пина и коко. Коко! Перес, я по-коко! Тебе тоже интересно здесь в лоб, смотри. О, они промахнулись. И, кстати, в 2019 году я была на дне рождения этого оперного театра, где там давали подирижировать. Ну, и об этом я тоже буду рассказывать, наверное. В общем, летом есть такой праздник, день рождения театра в Голландском парке. Также на этой территории, где разрешают гулять с собаками без поводков, есть такой небольшой фонтанчик, где специально стоят плошки для собак, и люди приходят туда со своими собаками, чтобы они могли попить в жаркий день или после своих активных игр. Так что вот так. Не то, чтобы собакам было запрещено гулять по парку, а даже заботятся о них и ставят целые ведра, чтобы собаки могли напиться вдовы. Ну, а так как я ходила туда каждый день, по утрам там ездят на специальной такой машинке-садовнике, которые вытаскивают мусор из всех урн и следят за парком, за садом. И они меня уже знали и всё время постоянно здоровались. Привет, привет, как дела и так далее. Англичане очень любят здороваться с неизвестными, с незнакомыми людьми и даже иногда просто говорить о погоде и спрашивать, как дела. Вот такие вот они англичане. Ну, а также, когда приезжала мама, мы с ней ходили вместе с собаками на пикник. Там за театром есть тоже такое поле, где можно полежать на траве. Люди приходят, загорают. И мы также с собаками лежали и отдыхали. Потом, когда я ходила одна, мы там тоже нашли такую скамеечку под деревом и просто сидели, наслаждались пением птиц и рассматривали цветочки на деревьях. И я взяла Коку на ручки. И помните, я рассказывала, что Коку любила, когда я ей пела колыбельно. Она прямо так замирала, и я ей чесала пузико, и она прямо вся в счастье была. Пенат, конечно, ревновала. Ну, вот нашла такой видеофайл. Пожалуйста, смотрите. О, что такое происходит? Пенат там подсматривает. Ой, а как мы лежим. Наська животик гладит, да? Так хорошо. Пенаточка. Ну, что с лапкой у нас? Что там у нас с лапочкой? Ну, чё ж. Лежим, лежим, лежим. Пенат, отстань. Пойдём домой, Коку. Пошли домой. Пошли? Let's go. Let's go. Так как мои собаки были немного агрессивны к другим собакам, особенно новым, которых они не знали, они как пак, как стая, нападали на каждую незнакомую собаку. И я старалась их, если увижу кого-то приближающегося к нам с собакой, придерживать. Потом, когда они обнюхивались, они нормально себя вели. Вообще, кстати, в голландском парке, так как они были там чужаки, то есть это не их парк, они вели себя более достойно и не огрызались и не нападали так яростно, как в своём парке на других собак. А ещё мы познакомились с дядечкой, у которого тоже был Паттер Дальтерьер, и он прямо в восторге был от того, что он встретил такую редкую породу, как он сказал, в парке, причём целых три. И мы вот с его собачкой очень хорошо сдружились. Мои собаки любили играть в мячик, я им постоянно пинала, куда-то кидала, и они бегали. Особенно Кока, Пенат, между собой даже дрались за этот мячик, ну и Пепа иногда поигрывал. А так он больше сидел и философствовал, наслаждался пением птиц и просто вдыхал запах вот этой вот почти дикой природы. Однажды, как раз, когда мы с ними гуляли утром, там ребята, студенты снимали фильм про голландский парк, и я видела, что они что-то снимают. Я на тот момент уже тоже занималась фильммейкингом, училась на первом курсе и тоже снимала какие-то фильмы. Я понимала, что это ребята-студенты, и они что-то снимают. И тут они ко мне подошли и говорят, не могли бы вы сказать там пару слов про голландский парк? Я говорю, а что конкретно? Ну и типа, что вы тут делаете, часто ли вы тут бываете, и как вам тут нравится? Я говорю, ну хорошо скажу, но так как я иностранка, мой английский язык не такой уж хороший. Они говорят, ничего, мы там выберем, вырежем и вставим в наш фильм. В итоге потом они мне прислали ссылочку на этот фильм, я ее подкреплю внизу, можете посмотреть, там надо будет вставить код, я напишу какой. И они вот этот фильм сделали, меня, правда, говорящую не включили, а просто включили звук на фоне каких-то картинок, где я что-то говорю. Ну, конечно, на тот момент мой английский такой еще был, слабенький. И они также включили субтитры, так как мой английский не был так понятен англичанам, как мне самой. И, в общем, вот так вот это выглядело. Кстати, благодаря им я также позже снимала фильм в этом парке. Это был экспериментальный фильм, где при помощи картинок я должна была рассказать какую-либо историю. Ну, я как раз рассказывала историю про пожар, это тоже отдельная тема, буду рассказывать про этот фильм и вообще про весь свой курс фильммейкинга. Кое-какие интересные моменты о съемках кино в Лондоне имеет смысл рассказать, поэтому да, буду рассказывать, ждите. Ну, о Голландском парке в целом и в частности я буду рассказывать позже, не забудьте подписаться на мой канал, чтобы не пропустить. Пока на этом все, не прощаюсь с вами, до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok